Здравствуйте! В эфире преступления и наказания. Я Ольга Журавель. Помните поговорку «Поймают под куют, тогда докажи, что ты не верблюд». Вот так и герои нашей сегодняшней программы. Буквально сражаются с судом и следствием. Пытаются доказать правоту и невиновность, свою и своих близких. А о том, насколько эффективна такая борьба, смотрите далее. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА За этим искалеченным соколом Виктор Манойло ухаживает с особым трепетом. Птица уже никогда не взлетит, вынес свой вердикт ветеринар. Вот и живет пернатый у фермера. Ежедневно тот кормит невольного узника куриными сердцами. А у самого сердца сжимается от того, что на месте сокола скоро может оказаться его сын Александр. Не может быть на умысле убийства, когда на тебя нападают за сверткой. Виктор Манойло фермер. Вместе с семьей проживает в селе Топчино Магдалиновского района. Обрабатывает 50 гектаров земли. В этом году засеял их подсолнечником и кукурузой. В последнее время, правда, судам и хождению по всем инстанциям Манойло уделяет едва ли не больше времени, чем сельхозработам. Хочет доказать, что сын не совершал умышленное убийство, но превысил меры необходимой самообороны. Желание отца защищать своего сына до последнего понятно каждому. Ситуация неприятная. Обиднее всего, что конфликт двух сторон завязался по причине не стоящей, казалось бы, выеденного яйца. Из-за сухого дерева. Рассказывает очевидец происшествия и непосредственный участник стычки Сергей Манойло, младший сын Виктора Ивановича. А чему такая война за эту деревину? Война не за деревину. За деревину начался сам инцидент. По словам Сергея, они со старшим братом услышали звук работающей электропилы, который раздавался с территории, перешедшей им по наследству, а затем стук падающего дерева. На этой территории жив мой дед. Там была хата. И эти деревья у нас служили, как свой час дед их садил, и они были, как забором. Документация, там 1,2 гектара, она належит моему старшему сыну официально, кадастровый номер. Мы подъехали, сели в машину. Подъехали, стали, поставили машину там. Підійшли сюда. Тут лежит деревина посеред дороги. Вона же на край. Та дадашь за середину. Тут стоит машина, двоечка, с прицепчиком. Сзади на прицепчику крутят пилочку. А один дедушка із тупочком отбиває веточки. Мы подійшли, ну зачем вы спиляли? У нас сама, ну дымся спилена. Та ну, ребята, вы спиляли. Та нет, типа, идите отсюда по-хорошему. Та нет, то ставлятся. Нет, шо впало на ваше поле, то ваше. А шо впало сюди, то на дорогу, то наше. После словесной перепалки братья вернулись к машине за ружьями, рассказывает Сергей. Мы подходим ближе сюда. Дед начинает, а шо вы под такие франеры с ружьями? У меня дома их три ружья. Я, как возьму их, давайте ось в рукопашку. Та ну, хорошо. Я иду, кладу ружо. Иду, подходю сюда, до него. Дед начинает идти, а потом резко бежит, толкаем и мы разом с ним падаем. Починаем борюкаться. Роман борюкаться. Тот хватает, выбегает за прицепом. Я чую выстрел в воздух. Він развертається и кричит. Я чую, что-то кричит. Еще один воздух. Пару секунд он бежит. Еще раз выстрел. Я уже развертаюсь, дивлюсь, он упал. Саня, дивлюсь, брат взлякался. Отбег. Скажите, пожалуйста, вы понимаете, что когда вы берете ружья, то вы провокируете конфликт? Мы, как брали ружья, мы думали просто одегнать. В обвинительном акте уголовного производства указано. Александр Манойло, цитируем, действуя намеренно, противозаконно и решительно, на почве внезапно возникших неприязненных отношений, осуществил один выстрел из охотничьего ружья в область туловища Романа Мостового. Смерть Романа Мостового наступила в результате огнестрельного проникающего слепого ранения брюшной полости. Однако отец Александра не сомневается ни на йоту. Сын не собирался никого убивать. Он просто оборонялся. Но факт остается фактом. Человека не стало. Александр выстрелил из ружья в сторону Романа на расстоянии метра. Попал в брюшную аорту. Дальше события развивались так. Я подбег до раненого, взяв телефон, прибег, набрав тещу свою, чтобы она вызвала скорую. Понимаю, что у нас скорая просто очень мало едет. То я подогнал машину, начал грузить его старшим его сыном. Мы его не можем погрузить вдвох. То я открыл багажник, и мы уже старшим, ну, с батьком его погрузили в багажник, и я повез его в больницу. Защита обвиняемого делает упор на том, что именно в больнице раненому не оказали необходимую помощь. Мое мнение, мнение защиты, что это не умышленное убийство. Мы так считаем, что это либо необходимая оборона, провышение предела необходимой обороны. И там еще возникают моменты, это опять же будет расследоваться в суде, в судебном следствии. Там очень открыто стоит вопрос о неоказании своевременной медицинской помощи в медицинском заведении, это не на улице, куда был доставлен раненый. Когда не могли длительное время найти дежурного врача, и оказывалась помощь какая, это тоже неизвестно. Записи нет в книге. У пострадавшей стороны своя правда. Мать умершего Мария Дмитриевна рассказывает другую версию происходившего. Мать умершего с оружием и пришли снова. Ни с того, ни с того, накинулись на человека и начали бить человека. Ударили раз в другую, за третьим разом человек упал. Син в этот раз стоял біля прицепа, ставил пилку. Когда он увидел, что такое стало все, начал бегать до отца, чтобы спасти. С ними были еще и внуки мои. Два неповнолетних. Внука одному 14, на той час была другому 11. Женщина утверждает, смерть ее сына произошла на месте. У нас с первого дня хочет доказаться, что это умышленное убийство. Никто не собирался бегать. Тем более, что сын у меня спокойный. Хоть они его оплюживают, что он такой спокойный. Он ни с кем не бился и не собирался бегать. Решал только вопрос, чтобы было все хорошо. А то, что они хотят, конечно, они хотят себя, я говорю, выяснить, что они очень хорошие. Мать лишилась сына, жена мужа, а малолетние дети – отца. Сейчас дело рассматривается Новомосковским горрайонным судом. Виктор Манойло ждет решение, которое вынесут служители Фемиды. Но в случае, если сына не оправдают, говорит, будет бороться до последнего. С этим плакатом я дважды стоял возле Генеральной прокуратуры. Не может быть, когда на тебя налетают, ты защищаешься и будешь на умысле убийства. Я буду... Нет, я еще буду ехать и добиваться справедливости. Целых четыре года добивался и таки добился справедливости жительного Московска, в отношении которого возбудили целых три уголовных дела. Как ему это удалось, смотрите далее. В 2010 году в отношении меня было сфабриковано три уголовных дела. По статьям 122, часть 1, 296, часть 1 и 386. Изначально они мне 122, часть 1, инкриминировали статью. После чего вдруг через год появляется еще одна статья. 296, часть 1, уже как будто с моей стороны хулиганские действия. А через еще несколько месяцев появляется статья 386 Уголовного кодекса Украины о том, что якобы я оказывал какое-то влияние на свидетеля. Хотя там никаких свидетелей абсолютно не было. Просто это был человек, который работал на сотрудниках милиции. Доказать свою непричастность к этим преступлениям, рассказывает Александр, было нелегко. Очень тяжело. Я буквально ежедневно оббивал пороги всех различных правоохранительных инстанций. То есть это начиная с прокуратуры городного Московска. Через меня все прошлые прокуроры прошли. Они поменялись, их человек 6 или 7 за это время. Все заместители. У меня полная стенка забита вот этими отписками, жалобами, обращениями. Также в Генеральную прокуратуру, в апелляционный суд, на Московский суд. Где я только не пытался. В ОВБ, значит, Днепропетровской области ездил. В СБУ обращался. Везде абсолютно, даже на скрытую камеру снимал все незаконные действия данного следователя. И видеосъемка незаконных действий органов следствия, зафиксированных Агеевым, взорвала интернет. Через вас подойдется заявление относительно вас. Пойдете... Согласно статье 234. Пойдете в канцеляры? Еще раз, вот здесь, вот там, в знак города, в тром этаже. В ходе следствия в квартире Александра незаконно проводились обыски. Делались запросы на его имущество. Мужчину то арестовывали, то вновь выпускали на свободу. За это время в адвокатах Александр разочаровался полностью. Пришел к выводу, что защищаться лучше самостоятельно. Адвокаты, им веры нет. Почему? Потому что за тот промежуток времени, что 4 года в отношении меня велись дела, значит, человек 10 адвокатов через меня прошли. И ни в одном я не увидел того настоящего адвоката, который бы, вот действительно, видя, что в отношении меня фабрикуют уголовное дело, чтобы он защищал достойно. В данный момент у нас адвокаты, кто работает? Это бывшие работники милиции, уволенные или выгнанные из органов. Получают ордер адвоката, адвокатское удостоверение. И продолжают нести тот беспредел, который они ранее несли в правоохранительных органах. Мне пришлось самостоятельно защищаться и самостоятельно ознакомливаться с Уголовным кодексом Украины, с Уголовно-процессуальным кодексом Украины, с Конституцией Украины. Следователь, который занимался данным уголовным производством, на сегодняшний день из органов уволен. Однако успешно занимается адвокатской практикой, говорит Александр Агеев. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 364, часть 3 УК Украины. Но данное производство уже более двух лет затягивается. Там санкция статьи предусматривает от 7 до 10 лет. И данный следователь как бы избегает уголовного наказания и по сей день как бы не привлечен к уголовной ответственности. Сейчас Агеев пытается через суд добиться компенсации нанесенного ему морального ущерба, в размере который считает справедливым. Ведь в ходе противозаконных действий со стороны правоохранителей, утверждает Александр, серьезно пострадало его здоровье. А из квартиры во время обыска исчезли вещи. Четыре года я судился, выиграл суд. В отношении меня были по трем статьям закрыты уголовные дела за отсутствие состава преступления. После чего я на основании мне положенного законом моральной компенсации подал гражданский иск в суд, где апелляционный суд дал на рассмотрение мое уголовное дело не новомосковскому суду, потому как новомосковский суд является у меня ответчиком по возмещению морального вреда, а передал в Днепропетровский районный суд. В Днепропетровском районном суде я выиграл иск, но моральная компенсация не соответствует реальным тем потрясениям, которые я получил в результате вот этих незаконных действий органов дознания. Органов прокуратуры, органов следствия, вот, и также самого новомосковского бюроемного суда. Размер ущерба Агеев оценил в 4 миллиона гривен. Чтобы защитить своего сына, неутомимая мать сделала все возможное и невозможное. Она продала квартиру, обошла все инстанции, выступала на центральных телеканалах Украины, вместе с десятками матерей принимала участие в акции протеста около Генеральной прокуратуры. Но ее усилия увенчались успехом только через 7 лет. Впервые Лидия Калитко пришла к нам еще в 2012 году. Со слезами на глазах рассказала свою историю. В конце 2008 года ее 25-летний сын ушел гулять, вернулся домой под утро. Этим же утром на улице Образцова нашли сильно избитую девушку-студентку, которая скончалась в реанимации, не приходя в себя. Обвинили его в том, что он избил девочку, забрал мобильный телефон, и она умерла. Он ни девочки не знал, ни мобильного телефона не забирал. Приговором индустриального райсуда Андрея Калитко осудили по части 2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины. Умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное группой лиц и повлекшее за собой смерть потерпевшей. И по статье 187-й «Разбой» посадили на долгих 12 лет в Желтоводскую колонию. Позиция Лидии Калитки общественников-журналистов была единой. Андрей невиновен. Во время следственных действий имели место серьезное нарушение. Ни один свидетель не был допытан, ни одна людина не вказала на него, что он это скою в злоде. Меня спрашивают, доказательства невиновности вашего сына? А доказательства невиновности моего сына все уничтожила милиция. Семь лет мать пыталась доказать невиновность своего сына. И таки добилась того, что Андрея выпустили по УДО. Хотя сын вернулся домой, мать и правозащитники, которые занимались этим делом, не спешат ставить точку. Эти дела продолжаются следственные действия. Сейчас открываем 459-ю в апелляционный суд, чтобы притягнуть колишнего следственного индустриального правительства Березинки за фальсификацией дела. И отновить эту справу через вновь открытые условия суда. И это мы будем до конца идти, чтобы человек в честь и гидность установить. Я не сдаюсь, я продолжаю оспаривать этот приговор. Но тяжело очень в нашей стране. Если правда за вами, доказывайте свою правоту во что бы то ни стало. С вами была программа «Преступление и наказание». До встречи через неделю в новое эфирное время в субботу в 18.00. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова